Вот уже больше 15 лет в нашем городе действует благотворительная программа «Одаренные дети-магнитки». Она создана по инициативе председателя Совета директоров по ОММК Виктора Филипповича Рашникова. Программа направлена на поддержку талантливых школьников и студентов, победителей предметных олимпиад, научных конференций, спортивных соревнований и творческих конкурсов. А ее участники получают именные сертификаты, дающие право на ежемесячную стипендию. И все-таки одаренными рождаются или становятся. Вот и телекомпания ТВИН, выпуск за выпуском, пытается разобраться в этом, знакомясь с новыми героями. Составляем вектор на этническом равнении. Сначала в общем виде. Масса на ускорение равняется силе тяжести плюс сила трения и плюс ряд сопоров. Ответственная, упертая, справедливая, еще очень отзывчивая. Она же лауреат второй степени конкурса «Ученик года», победитель конкурса «Международный день родного языка», призер Всероссийской олимпиады школьников по физике, а также участница благотворительного проекта Виктора Филипповича Рашникова «Одаренные дети-магнитки». Знакомьтесь, ученица 11 класса, школа номер 50 Юлия Ахмедзарипова. «Одарен это понятие относительно, для каждого это свое. Я считаю, что если есть способности к чему-то, то нельзя эти способности скрывать. Нужно себя пробовать, нужно искать, потому что сидеть на месте нельзя. Как говорил Лев Толстой, нужно падать, нужно ошибаться, нужно начинать все сначала, а душевное спокойствие – это лишь подлость. Упавший духом гибнет раньше срока. Со мной такое бывало. Настрой перед соревнованиями, перед выступлениями играет очень важную роль. Если ты уже заранее думаешь, что у тебя ничего не получится, так и выйдет, что ты можешь оступиться, что-то у тебя не получится. Начинается самокопание, и вот ты приходишь к тому выводу, что вот первоначальный твой настрой, твое желание или нежелание сыграли значительную роль в твоем поражении». Еще в детстве Юлия мечтала быть врачом и помогать людям, по примеру, родной тети. Но после окончания 9 класса поняла, что физика ее привлекает куда больше биологии. Совсем из медицинского направления Юля уходить не хочет. Скоро у нее выпускные экзамены. С вузом уже определилась. В числе прочих, куда отправятся документы отдаренной девушке, особое внимание на Екатеринбург. Уральский федеральный университет имени Бориса Ельцина. Специальность – медицинские технологии. Физика – это та наука, которая позволяет ответить человеку на вопросы о мире, в котором он живет. В детстве каждый из нас задает родителям вопрос, почему идет снег, почему летают самолеты. И именно физика позволяет ответить на все эти вопросы. И углубляясь в эту науку, ты понимаешь, что тебе это все интересно, и ты влюбляешься. Потому что физику невозможно заучить, ее нужно любить, и ее нужно понимать. Для меня, как для вокалиста, очень интересна тема механических колебаний. Как устроены человеческие связки, почему звук бывает то высоким, то низким. И когда я пою, уже после изучения темы звука, я представляю себе, как в воздухе колеблются частицы. Когда я пою, я могу регулировать громкость. Все это зависит от частоты, от амплитуды колебаний. И это очень интересно. Вообще, увлечений у Юли очень много. Она не привыкла сидеть на месте и считает, было бы желание, а время для новых хобби и интересных занятий всегда найдется. Любая деятельность – это прежде всего развитие. Юля – это палочка-выручалочка, честно говоря. Вы знаете, есть стишок, по-моему, Барто. Драм-кружок, кружок по фото, мне еще и Петю охота. И в кружок по рисованию меня тоже приглашали. Что-то в этом духе. Мне очень нравится в ней это, потому что вот сейчас 11 класс. Они все стоят перед выбором будущего пути. Мне кажется, Юля попробовала все. Она выступала как певица у нас. Она участвовала в хоре от Камертона. Она во всех олимпиадах. Вот, ну, физики и лирики, что называется. То есть и по физике олимпиада, и по литературе олимпиада. Мы даже участвовали с ней в конкурсе английской песни, хотя до 8 класса она, до 8, по-моему, она изучала французский язык. А мы выступали как уже на английском языке. Песня была очень хорошая. Мне нравилась эта песня. Юля постоянная ведущая. У нас есть школьные новости. Да, школьные новости. И вот ребята из нашего класса, они являются создателями, ведущими этих школьных новостей. Вот, честно говоря, ну, жалею, что полгода осталось с ними работать. А они уходят, да. Так, к примеру, в школе, помимо отличных оценок, Юля уже который год является оператором и монтажером школьных выпусков новостей. Здравствуйте. В эфире «Школьные новости». И с вами Елизавета Гамей. И Никита Юскин. Видеомонтаж — навык, который на сегодня пригодился Юлии в победах на различных интернет-конкурсах. А еще она обожает читать. А после анализировать прочитанное. Среди любимых жанров — фэнтези и книги про войну. Кстати, совмещая эти два увлечения — чтение и монтаж видеороликов, Ахмедзарипова даже стала победителем международного интернет-проекта «Страна читающая». Мое самое любимое произведение — это пианист Шпильмана. По нему я снимала буктрейлер. Это как раз с этим буктрейлером заняло первое место в конкурсе «Страна читающая». Его музыка была светом во тьме. Он играл под свист снарядов, считая это своим долгом. Ведь его музыка вселяла надежду на светлое и мирное будущее. Это произведение о Холокосте. В конце произведения представлены зарисовки из дневника, записи из дневника немецкого офицера, который рассуждает о том, что для него война — это пустая трата времени, что нельзя так относиться к людям, нельзя дискредитировать отдельные национальности. И все-таки не гуманитарии, говорят о Юле преподаватели. Аналитический склад ума, в ее голове все просчитывается до мелочей. В то же время ранимая и добрая натура. А уж если поставила перед собой задачу, сделает все, чтобы дойти до победного завершения. Главный мой девиз по жизни, что силы нашего характера определяются не в количестве пройденных препятствий, а в количестве взлетов после падений. Человек может быть очень одаренным или очень терпеливым, и он идет к своей мечте, он ставит цели. На его пути, безусловно, всегда возникает много препятствий, и он их проходит. Но наступают моменты, когда что-то не получается. И если человек находит в себе силы идти дальше, значит, его можно считать сильным. Потому что многие великие люди из-за того и стали великими, что сколько бы препятствий у них не вставало на пути, они продолжали идти дальше. Классный руководитель Елена Плюшкина признается, со слезами на глазах отпускаешь таких учеников. И хотя Юлия пришла в 50-е только в 8-м классе, проявила себя настолько ярко, что вскоре стала большой гордостью школы. Елена Леонидовна называет себя счастливым человеком. Говорит, многие выпускники приходят к ней вновь. Кто просто пообщаться, а кто приводит уже в следующее поколение своих детей. Я очень хочу, чтобы она исполнила все свои мечтания. И вот я бы хотела с ней встретиться лет через 10, и чтобы она привела ко мне своего какого-нибудь маленького киндеренка. Следующая встреча с нашей героиней прошла в Центре музыкального образования «Камертон». И здесь опять можно долго перечислять награды солистки Ахмедзариповой. Победитель международного музыкального конкурса «Таланты России», обладатель гран-при, галоконцерта областного конкурса «Патриотическая песня», лауреат первой степени международного конкурса по вокалу «Шоу талантов» и так далее. Я вот пришла, мне было 11 лет, уже вроде бы как для музыки поздно, потому что все начинают с 5-7 лет, как то есть в школу ребенок пошел, так его сразу дают в музыкальную школу. А я вот все до 11 лет пробовала себя в разных делах, все никак не могла найти что-то свое. И вот мама меня привела сюда, в «Камертон». Были места только на хоровом отделении, поэтому решили, что пока похожу, а там уже дальше посмотрю, может быть, куда-нибудь переведемся. И с первого урока вокала, точнее, с первого урока хора, я поняла, что это мое. Что-то не получалось поначалу, было трудно, тяжело. Потом сменился дирижер, и вот пришла вот Ольга Владимировна, я начала ходить на частные уроки вокала, и я поняла, что вот способности есть, почему бы не попробовать их развить. В музыку Юлию привела мама. Сама закончила хоровое дирижирование, пела в ансамбле. Вот решено было проверить, а не унаследовала ли дочь музыкальных талантов. Вы знаете, с какими данными она пришла сюда? То есть звука было вообще ноль. То есть как бы чего-то где-то она пела, чего-то ей нравилось, но с каким усердием и старанием она шла к цели, то есть старалась к этому, это можно только позавидовать. Потому что с каждым занятием ей не приходилось говорить лишний раз. То есть ей сказали, она сделала, ей сказали, она сделала. Причем она именно шагала гигантскими шагами. И вот за 4 года, конечно, добилась, я считаю, что колоссальных результатов. Из любимых произведений русская классика, лирика, драмы, романсы и оперы с большим удовольствием Юля перепевает песенку Пипита из опереты Дунаевского «Вольный ветер». Чёртова тёжина, детишек, Растила дома, вот жена я. Вот же девчонок, романыш и смочишек, И один чертёнок это я. Помню, я слышала с ребёнок, Говорила вся моя родня. И это не ребёнок, и это не малёнок, Я чертёнка, томись, кровья. Музыка помогает раскрыть душу, потому что вот все вот переживания, которые мы не можем высказать, можно открыть с помощью музыки. Когда ты поёшь, ты должен донести до слушателя все свои эмоции, все переживания, все чувства, которые предполагались при написании произведения. И тем самым ты получаешь удовольствие. Особенно, когда зрители тебе аплодируют, когда они тебя понимают. И ты понимаешь, что ты делаешь всё не зря. И это доставляет огромное удовольствие. Помимо сольных партий, Юля поёт и в хоре созвучие. Вот уже больше четырёх лет. Ребята из хора ласково называют Юлию Юся. Так, по-свойски, по-домашнему, милое прозвище дали ей в многочисленных поездках, откуда привозились не только победы, но и множество тёплых воспоминаний. А на каких только сценах они не выступали вместе. В Москве, Сочи, даже на большом открытии Всероссийского детского центра «Орлёнок» в этом году. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Плох тот артист, который не волнуется перед выходом на сцену. И вот это волнение, когда в животе что-то крутит, как-то неприятное ощущение. Ты стоишь перед сценой, всё это испытываешь, думаешь о технике, думаешь передать все эмоции, чтобы зритель себя понял, чтобы не было фальши. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И вот когда уже сосредотачиваешься на своём выходе, когда вот уже понимаешь, что ты должен выйти и сделать, отработать на 100%, точнее вот Ольга Владимировна учит нас работать на 200%, чтобы когда ты выходил на сцене, понятное дело, что из-за волнения многое теряется, и чтобы вот 100% оставалось. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот так уже шестой год после основных уроков Юлия с улыбкой на лице спешит в свой второй дом – камертон. Хотя вы удивитесь, но аттестат с отличием об окончании Центра эстетического воспитания ею уже получен. А она снова и снова возвращается сюда, где её так тепло встречают уже и новые ученики. Юлия посещает концерт и очень переживает на сцене за ребят, а как только нужна её помощь – выступить где-либо, записать совместную песню или сыграть на фортепиано, так она с радостью соглашается. Музыка Талантливый человек талантлив во всём. То есть это не отменить. Это природа. Но вот её старание, конечно, это делает всё, сворачивает горы. Дисциплина, старание, умение, трудолюбие. Вот это главное её качество. Юлию в качестве примера с удовольствием приводят и другим детям. Это как раз тот случай, когда при помощи дисциплины и трудолюбия, а главное – огромного желания, не имея начальных музыкальных задатков, можно стать ведущим солистом в хоре. Сконцентрироваться, выйти и сделать на отлично. Так привыкла ставить перед собой задачи одарённая девушка. При этом заверяя – вокал – это ведь не такое простое дело, каким кажется на первый взгляд. Трудишься здесь, как и в спорте, порою до седьмого пота. И Юля знает, о чём говорит. В нашей жизни не бывает моментов, когда тебе не бывает больно из-за чего-то. Люди обманывают и предают. И вот весь стресс накапливается, и его же нужно куда-то выплёскивать. Понятное дело, что вот с инструментом нужно относиться ласково, чтобы не сломать его или ещё что-то, не повредить. А когда ты приходишь в зал, работаешь с грушей, либо с партнёром, весь стресс выходит, и это помогает двигаться дальше. А это ещё одно хобби в жизни Юлии. О военно-патриотическом клубе «Гранит» девушка узнала с полгода назад, монтируя очередной выпуск школьных новостей. Открылся он совсем недавно, что можно судить по ремонту помещения, но желающих тренироваться ребят с каждым разом всё больше и больше. Безусловно, это закалка характера, потому что каких бы трудностей на тренировке ни было, ты с ними справляешься, учишься справляться. Даже когда ты стоишь в спаррингах, ты учишься анализировать действия противника, придумывать какие-то свои комбинации за доли секунд. И вот так же спарринги учат самообладанию, самоконтролю, развивают выносливость. И мне это очень нравится. Я вот могу самосовершенствоваться. Чему только не учат в клубе «Гранит», верховая езда и джигитовка, инженерная, командирская, правовая и медицинская подготовки, основы выживания, топография, ориентирование, психологические уроки, разведка и даже выезд на стрельбище. Наша группа работает с образцом пистолета Макарова. При выполнении обучения и даже когда ты находишься на полигоне во время стрельб, указательный палец всегда находится на корпусе пистолета или автомата. Палец не должен находиться на спусковом крючке. Юля человек очень ответственный, умная девушка. Весь учебный материал она довольно быстро воспринимает, старается разобраться, понять суть. Поэтому можно сказать, что она даже намного быстрее других ребят и даже некоторых из тех, кто более долгий срок занимается. Уникает в процесс и, соответственно, имеет определенные успехи. Руководитель клуба Иван Гах отмечает, школьники сегодня физически очень слабые. И всему виной переход от уличных игр в компьютерные. Но при желании и правильных физнагрузках можно многого достичь. Как пример, наша героиня пришла с минимальной подготовкой, а спустя короткое время доросла до командира группы курсантов. Отвечаю за посещаемость, назначаю дневальных. Всегда докладываю тренеру, сколько человек пришло, почему кого-то нет. Всегда докладываю и отвечаю за все проступки ребят. То есть кто-то где-то что-то не так сделал, этот человек страдает, и я вместе с ними. Но от этого никуда не денешься. Чем больше власть, тем больше ответственность. Но мне это нравится. Занятия здесь начинаются в 19.00, заканчиваются около 9 вечера. Но поздние прогулки для Юлии теперь совсем не проблема. Ведь в числе прочих дисциплин рукопашный бой. Часто, конечно, девчонок провожает до дома юноши, но постоять за себя теперь девушка может в любой ситуации. На самом деле мы в спаррингах работаем не для того, чтобы друг друга побить, искалечить, а для того, чтобы получить новый опыт, научиться самоконтрольно и научиться взаимодействовать мозгу с телом. Потому что бывает, что сознание отключается, и ты делаешь все на актепилоте. В спаррингах важно уметь сам обладать и умение думать. Девушка, чем бы она ни занималась, она должна уметь защитить себя и держать себя в форме. Поэтому, в принципе, любые спортивные занятия этому способствуют. Рукопашный бой, по сути, является смешанным видом единоборств. В нем присутствует как ударная техника, так и борцовская. А еще, рассказывает Юля, подобные занятия воспитывают в человеке выносливость и силу, характер, честность и даже доброту. В общем, активный отдых для нее – лучшее времяпрепровождение. Наибольшая ценность, которой она обладает – семья. А счастье – это каждое мгновение, проведенное вместе с близкими людьми. Если тебе нравится какое-то дело, и ты влюблен в него, то нужно следовать за своим сердцем и идти к своей цели, которую ты поставил, и идти к своей мечте.